Сюрпризы продолжаются. В центре событий 50-й ассамблеи детских организаций сегодня оказалась встреча без галстуков. Напомню, проходит форум на базе Центра творчества и оздоровления «Космос». И участие в нем принимают самые креативные и активные школьники со всего региона. Кто приехал в гости к ребятам в этот раз, расскажет моя коллега Елена Мещерякова. Активисты не на словах, а на деле к приезду гостей в «Космосе» готовились со всей тщательностью Собеседником, председателю избирательной комиссии области и представителю Центробанка России ребята устроили пресс-конференцию. Вопросы задавали больше по праву и финансовой грамотности. Я тоже в свое время был руководителем детской организации, проводил много и много мероприятий с ребятами. Это был Бондарский район, районная школа и детская организация «Дельвесь». Я с большим удовольствием вспоминаю это время. Затем ребята разделились на команды, чтобы сразиться в правовом многоборье. Сот, три тысячи, сейчас две тысячи и пять тысяч. Деньги, конечно, любят счет, но когда они без привычных обозначений, узнать их непросто. Впрочем, со всеми заданиями квеста ребята справились достаточно быстро. Разгадали ребусы, решили кроссворды, угадали гербы городов и составили карту Тамбовской области. Кирсанов. Правильно. Так, дальше у нас Котовск. В каждом отряде есть представитель той или иной городской или районной детской организации. Поэтому справиться с этим заданием было очень легко. Ребята вместе всего несколько дней, но уже успели сплотиться. И пусть в каждой игре определяют команду победителям, похоже, дружба заняла самую высокую ступень Киди стала. И уже вечером ребята по традиции соберутся здесь, на костровом месте, чтобы обсудить итоги дня и поделиться впечатлениями. Полученные знания обязательно лягут в основу новых идей, ведь по итогам выберут не только лидера, но и лучшие проекты. 50-й юбилейной ассамблеи. Елена Вещерякова, Виктор Марченко, Вести Тамбов.